Вы ходите? Даже пять курушей ему не дашь. Никто. Никто из вас не будет ему помогать. И Джунетту Силвис тоже скажи. Если хоть кто-то из вас поможет ему, это кончится ужасно для них. Вот увидит, каково это обходиться без моих денег. Возражать мне? Он ни дня не проработал. Даже двух дней не выдержит. Вернется, как миленький, обратно. Где же он? Кемаль? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но еще очень рано. Что-то случилось? Нет, я пришел тебя увидеть. Раз уж ты проснулся с утра, тебе тоже не испалось. Оно видно. Да, то, что произошло вчера, из-за меня ты поссорился с отцом. Ничего там из-за тебя не случилось. Итак, когда-нибудь так бы случилось. Я не сужден ни о чем сказанном. За то, что я люблю тебя, никогда я не буду сожалеть. Я тоже. Кажется, тебя буду любить всегда. Кемаль. Прости, кажется, я не думаю о тебе. Пойдем внутрь. Сейчас раннее утро, кто-то увидит, что-то скажет. Кто-то что-то сказал? Нет. Но ты знаешь, это маленькая деревня. Ты здесь уже тоже не чужой. Завтра-послезавтра начнут сплетничать. Да и я... Ну, мама расстраивается. Да, ты права. Ну, пойдем тогда внутрь. Что это ты с собой сделала? Почему с самого начала не была со мной? Здоровление ей. Твою жену машина сбила? Жену? Да. У тебя теперь есть жена. А это откуда взялась? Передай в больницу принес Джунейт. На руках. Занялся и оставался рядом с ней. Как понимаешь, он застрял между любовью и ненавистью. Мы поможем ему немного, чтобы он таки выбрал ненависть. А потом ты возьмешь себе Джунейта? Все эти деньги, имущество. Ну, понятно, в чем ваши проблемы. Разве все мы не имеем общие цели? Возьми. Денежки за еду твою. Я отправляюсь в космону. Пускай все узнают об этой грустной ситуации, верно? Моя прекрасная женушка. Как ты, доченька? Нормально. Я просто переживал за вас, отец Усман. Все еще называю вас отцом. Конечно, ты будешь его так называть, доченька. Да. Конечно. Все наладится. Кликс, у меня нет особой веры в это. Как господин Джундар и госпожа Сузан. После того дня я их не видел. Нормально все. А они вернулись в Бодрум. Хотели и меня с собой забрать, но я не улетела с ними. Конечно. Они тоже очень расстроены. Ну, конечно. На самом деле, их легко убедить. Самый главный, Кемаль. Он очень упрямый, шаг назад не делает. Нужно, чтобы вы что-то сделали. Не волнуйся. И пройдет двух-трех дней, и он тоже справится. Как вы, может быть, настолько уверены в этом? Я уже 25 лет являюсь его отцом, доченька. Ты его что, лучше меня можешь знать? Нет. Не поймите меня неправильно. Просто он и дом ведь покинул. Очевидно, что вас он тоже уже не слушает. Хан-Дан. Я знаю, как донести до ума своих детей определенные слова. Ты уж не забывайся, Хан-Дан. Если хочешь стать моей невесткой, так уважай меня. Ну что у тебя, сынок, справился? Пытаюсь от севги. Подожди, я налью тебе еще чайку. Мам, можешь открыть? Берат. Добро пожаловать. Приветствую, сетя Сергей. Я познакомлю. Это брат Джинейта, брат Кемаля. Добро пожаловать, прошу вас. Добро пожаловать, прошу вас. Приветствую. Брат. Добро пожаловать. Да. Решил заняться ремонтом? Да просто утюг сломался. Давай. Проходи, садись. Я это уберу. Потом займешься. А я повешу вещи сушиться. Кстати, брат, хочу тебя познакомить. Бахар, моя любимая женщина. Это мой брат Джинейт. Кемаль, кажется, ты забыл. Ранее мы уже познакомились. Ну ладно. Еще раз приятно познакомиться. Взаимно. Я вам тоже принесу чай. Да, принеси. Брат, у Бахар прекрасный чай. Такой насыщенный. Тогда я выпью. Хорошо. Пират, тебе тоже принесу. Нет, я уже ухожу. Хорошо, но... У меня есть просто кое-какие дела. До скорых встреч. Увидимся, брат. Я тогда провожу тебя. Нет, не нужно. Я сам выйду. Ну, брат? А где Назош? Убираются на верхнем этаже. Отец плохо обошелся с Хандан. Но она тоже заслужила. Говорила, что попала. Эх, вернулся бы, Мехмед Кемаль, все бы наладилось. Нет, это невозможно. Я говорила с ним, он не вернется никогда. Мама. Знаешь, отец предложил сестре Севге деньги, чтобы Бахар оставила Кемаля. О, Господи. Ну, это господин Осман. Ну, а они что сделали? Да что они могут сделать? Ты, кажется, ей благодарность им печь отправила, они разве приняли ее? Так в деньги они вообще никогда в жизни не примут. На самом деле, они неплохие люди, но... Что поделать, нельзя ведь так? Нельзя просто оставить Хандан ни с чем. Эх, Мехмед Кемаль. А семья Хандан ведь не знает обо всем, что они пережили, верно? Ой, слушай, я знаю о прошлом, что я Хандан. Я знаю, что у нее было до Кемаля. Она ничего не скажет семье, не волнуйся. Пойдем, не будем оставлять ее одну. Хандан? 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 Да, что это нормально, все? Хандан? Другая моя, нормально, все? Наргиз! Да, господин Осман, что это? Откуда здесь эти траты? Какие траты, господин Осман? Траты на больницу. Целых 10 тысяч лет потрачено. Кто болен? Кто это заплатил? Кто это заплатил? Наргиз, господин Дженейт. А что с ним? Не знаю, выглядит он вполне хорошо. Все мне врут, а? Что тут творится? Вы уже уходите? Да. Будет лучше, если я уйду. Еще раз приятно было познакомиться. Здравия вашим ногам и спасибо, что вы пришли. Ну что вы, буду еще приходить. Хорошего дня. Я провожу тебя, брат. Ну и как тебе моя девушка, брат? Кажется, она умная девушка, адекватная. Когда ты знаешь ее получишь, ты ее еще сильнее полюбишь. Она и работает, и учится. Время прошло немного, но я многому научился у нее. Кстати, я присматриваю себе работу, брат. Постепенно размещусь здесь. Кемаль, осторожно. Не надо так зацикливаться. А что, брат, что-то случилось? Да нет, дело не в этом. Не застреливай внимание, будь осторожен. Брат, я уже достаточно узнал, Бахар. Ты же знаешь, что со мной случилось, верно? Много лет я жил с этим человеком, а он пырнул мне нож прямо в спину. Я понимаю твою чувствительность, но не можешь понять. Надеюсь, тебе не придется меня понимать. Это просто братский совет тебе. Будь осторожен. Все мы люди. Порой, даже если пройдут годы, ты не сможешь узнать того, кто стоит перед тобой. Чтоб потом больно тебе не было. Пока что справишься с этим, брат. В этот раз я в одиночку справлюсь. Иначе мне не останется уважения к себе. Ну ладно. Как хочешь. Если что, позвонишь. Кому еще я могу позвонить, кроме тебя, брат мой? Будь осторожен. Приходи еще. Ханда. Доченька, все нормально? Все нормально. Небольшие проблемы с животом возникли, вот и все. Скажу, Назиры, пускай заварит тебе мяту с лимоном, ладно? Да живот у нее разболелся. И погляднела. Конечно, она вся на нервах. Я уже столько дней такая. Постоянно нет энергии. И живот у меня всегда болит. На самом деле, я сегодня пришла сюда, чтобы поговорить с вами. Есть кое-что очень важное, что я должна вам сказать. Джунейд. Не волнуйся. Твой муж рядом. Ты? Успокойся, Фериде. Не прикасайся ко мне. Фериде, успокойся. Где я нахожусь? Что происходит? Тебя сбила машина. Фериде, успокойся. Отойди. Фериде, держись от меня подальше. Квитанция. Где квитанция? Какая квитанция, детка? Я слышала. Слышала, это был голос Усмана Козана. В твоем телефоне. Я слышала, это все он сделал. Пожалуйста, не скрывай правду. Мы с тобой были друзьями, Селим. Пожалуйста, помоги мне. Это был Усмана Козан. Пожалуйста, помоги, Фериде. Пожалуйста. Фериде. Фериде. Что ты здесь делаешь, а? Отдай ее. КОНЕЦ 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 Увидимся, Берат. Увидимся. Селим. Она в какой-то момент пришла в себя, потом упала на пол. Что ты сделал с Фериды, а? Что ты сделал? Ничего я не сделал. Ее сбила машина. Фериды носили у нее на теле. Это что ли твоя любовь? А, бесчестный ты. Клянусь, я не знал. Правда. Она вышла из дома. Потом ее сбила машина. Вот как? Да все было хуже до того, как машина сбила ее. Она была голодна. Чуть не умерла. Печень чуть не отказала у нее. Что ты сделал, подонок? Что ты сделал? Вставай, давай. Как мужчина, отвечай на мои вопросы. Так, ну хватит. Какая тебе разница от того, что между нами происходит? Ты кто такой? Ты адвокат, что ли ее? Тебя совсем не касается. Она моя жена. Что? Ты услышал? Она моя жена. Мы поженились. Она моя жена. Выплаты были совершены в вашей больнице. Да, Козан. Могу я узнать имя больного, пожалуйста. Послушайте, выплаты совершила наша компания. Пожалуйста. Достаточно имени и фамилии больного человека. Я с ума сойду. Что случилось, Наргиз? Все нормально? Нет. Господин Дженейт совершил транзакцию в больницу «Новая жизнь». Господин Успан хочет узнать, что происходит, а больница ничего не сообщает. Увидимся. Черт подери. Возьми штрубку, сынок. Зачем мы столько денег тратим на телефоны? У вас давление подскочит. Один отец за ста детьми может уследить, но сто детей за одним отцом не смогут уследить. Позор. Эй, Люль. Что ты знаешь? Что Дженейт делал в больнице? Почему заплатил им 10 тысяч? Что происходит? Мехмед Кеман все перевернул вверх ногу. Его мама заболела. Дженейта нет два дня. Можно подумать, какая-то очередная неудач. Он что-то скрывает от нас. Он болен? Нет. Он вполне здоров. Ну а в чем дело? Говори давай уже. Фериде. Фериде попала в аварию. Дженейт забрал ее в больницу. Все, что ты знаешь, ты подробно расскажешь мне. Хандан, давай, не тяни, говори, что хочешь. Как это можно сказать? Ничего плохого ведь не случилось, верно? На самом деле, в предыдущих словах я была бы очень рада, но... Хандан, давай, говори же. Я беременна. Что? Как это может быть? Ой, что же это с нами происходит? Ну и... Что мы делать-то теперь будем? Я не знаю. Но... Но как давно это так? Как это случилось? Я тоже только узнала. Хандан, это правда? Ну что ты, сестра Иллиста, серьезно? Просто хотел узнать, ты уверена в этом? Слушай, спасибо. Огромное тебе. Это что, сигнал? Это Берат, что ли? Я нашел работу. Слушай, поосторожней. Работу? Что за работу? Водитель Кемаль готов к вашим прислугам, госпожа. Пока я не найду себе постоянную работу, буду работать рядом с водителем Бератом. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, тетя Сергей. Дорогой, я очень рада. Давайте, заходите внутрь и отпразднуем это. Да и стол готов. Вам приятного аппетита. Слушай, разве так можно? Нет, невозможно. Это будет праздничная еда. Там ничего полноценного, конечно, нет, но ничего, пойдем. Давайте, пойдемте. Все, что Всевышний нам послал, будем кушать. Давайте, вместе. Спасибо, тетя Сергей, но я... Так, ну... Никаких отговорок. Давай. Давай, брат, давай, без тебя нельзя. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok